Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на берега Волги, на стадион «Локомотив» в замечательный русский город Саратов. Саратовский «Сокол» принимает Калининградскую Балтику. Стадион претерпел достаточно серьезные изменения перед началом этого сезона. Ну, а что касается самого «Сокола», то, ну, в общем, можно, наверное, говорить, что изменения тоже определенного рода есть. Во-первых, ну, наверное, в первую очередь в амбициях команды. Это как раз тот случай, когда встречаются две команды, которые сходятся друг к другу навстречу. Балтик идет сверху вниз, если иметь в виду ее последние достижения. Ну, а «Сокол» идет снизу вверх. И Алекс Фернандес, или Алекс номер десятый, автор дубля в предыдущем матче. Один из мячей был забит с пенальти, и так встреча началась. Ну, и главные тренеры команды Алексей Бага возглавляет «Сокол», и Александр Грищенко возглавляет Калининградскую Балтику. Я, честно вам сказать, специально посмотрел именно, и люблю я такие вещи делал, посмотрел интервью двух тренеров. Опасный момент сразу. И вот этот удар, по-моему, Сасин бил поворотом с внешней стороной. Так пробил, но удар не получился на возвращение в РПЛ уже в нынешнем сезоне. Удар поворотом. Удар состоялся, хотя он был совершенно несложным для Косаревского. Сейчас посмотрим, чем закончится этот момент, а потом поговорим об этом. А закончится он пока непонятно. Чем он закончится, нужно делать передачу. Ну, этот момент упущен. Как бы Максименко надо, наверное, немножечко пожурить и поругать в этой ситуации. Не хватило класса. И очень, очень такая неплохая тонкая передача. И неплохо он этот мяч контролировал. Удар поворотом. Рикошет. И угловой. У ворот. Хм, Сокола. Ой-ой-ой. И то, что болельщики есть на трибунах, их тоже много достаточно. Это тоже радует. Удар. Вот это хорошо. Не скажу хорошо, неплохо, потому что удар Глушкова в этой ситуации пришелся прямо во вратаря. Снова Глушков в пас-центр. И это тоже неплохо. И эта передача прекрасна. И можно забивать. Ай-яй. Это не ай-яй-яй. Это другие слова здесь надо находить. Не подстроился под мяч Амир Мохаммад, защитник. Просто не подстроился. По левому флангу атака продолжается. Пас в штрафную. А до удара дело дойдет. Доходит. И от штанги мяч уходит за пределы поля. Вот, пожалуй, впервые из пределов штрафной Балтика бьет. И это уже очень опасно. Агнисян. Под леву. Ух, какой удар хороший. И мяч-то в игре. Продолжается атака Балтики угловой. Спас сейчас Косаревский. И защитники там постарались. Но удар то Агнисяна вышел прямо на заглядение. И почти нет больших остановок. Ой, какая ошибка. Ой, какая ошибка. Ну, забивать-то надо. Ну, как же так. Это уже второй эпизод у Максименко. И спасает команду Бориско. Вот такие моменты. Соколу просто необходимо забивать. Теперь левым флангом атака. И вновь сейчас будет пас хороший. Пас в разрез. Удар. 1-0. К этому шло. Безусловно, к этому шло. Конечно, это абсолютно заслуженный гол Балтики. Будем честны. Как бы вы ни переживали, забил его Абусаид Эльдарушев. Причем отметим качество атаки в этой ситуации Балтики. Очень хорошая атака левым флангом. Великолепная передача в разрез. Штрафную такая, которую принято называть проникающими передачами. И после нее очень точный, качественный удар Эльдарушева. Счет становится 1-0 в пользу гостей. Ну, вот сейчас мяч потерян. Но теперь надо Соколу организовать эту атаку еще. Правый фланг свободен. Оттуда можно подавать. Следует подача в штрафную. Неплохая подача. О-хо-хо! Какая красота! Какие молодцы! Главное, гол-то какой красивый забивает Сокол. Иван Чуриков, тоже вышедший игрок на замену. Как он попал по мячу. И положил его в мертвую точку. Роскошный гол. И атака хорошая. Веером получился у Сокола. Ну, и Чуриков так попал. Прямо... Да, он, конечно, получит желтую сейчас за то, что маечку сорвал. Хотя, вот сейчас посмотрим вот эту атаку. А то я сейчас тут... Сокол расхвалил. Нет. Но это было бы просто как-то... Понятно, что футбол штука совсем несправедливая. Но как-то прям было бы больно и обидно. Да, возродился Сокол. Да. Игра закончена. Спасибо вам большое за внимание. Я, Александр Кузьмак, посмотрел эту игру с вами с большим удовольствием. До новых встреч на матчах Футбольной Национальной Лиги. МЛБ Первой Лиги Российского Футбола. Всего вам доброго и до встречи.